знаете когда я приехал туда и там пару раз там что-то громыхнуло то я посмотрел какой у меня пульс у меня пульс поднялся то есть такое волнение было проект наш кордон мы в эфире аби ви дізналися больше про тих кто захищает украинский кордон сьогодні спецвипуск де відоми та авторитетні на день стають прикордонниками аби на собі відчути всю складність и відповідальность службы на рубежі та водночас підтримати хлопців які щодня ризикують своїм життям на донбасі отож на схід вирушив той хто не потребует представлення украинский боксер олександр усик движение бы только мы кто-то с вами перепуганые оба наш кордон в прошлом году здесь ездили по едим же местам ездили напередок напередки чуть там пацаны окопались там ну как-то так по цивильнее у них я бы хотел чтобы вообще это все исчезло и настал мир но так как пока этого не может случиться наше колеги 128 получается на нулевом блоку принимают 18-32 хост и частенько там обстреливают их практически кожен день отлично кожен день звукору сейчас такая традиция 18-30 закрывается и пограничникам провожают очередями пулеметами то есть они унижают сейчас прилетало главное чтобы пограничники доходили до своего там пункта живыми нездоровыми а то что они с панфарами провожают это неплохо знаете я смотрю на лица этих парней которые здесь находятся и мне такая мысль приходит что вот там 500 километров отсюда или 600 например в киеве мирная жизнь идет дискотеки клубы работают ходят люди гуляют по улицам а здесь я увидел дома в которых нету окон крыша пробита снарядом пол дома нет я видел там вещи которые висели потому что людям негде жить они живут там и но их вещи я виду вижу как вещи сохнут блиндаж значит не держит 120 прямо пускай его не используя но это на ней не проверяют на проще это одна из этих точек которые каждый ночь работают я даже шел там она там бабахнула так чуть-чуть знаете мураш досить холоднокровно ему было цикаво пришел все таки небезпечные дилянки где несут службу наши військовослужбовцы я думаю что страху в него не было по контракту служил по гранцах когда мы боксировали полюбителям то есть мы находились в обществе динамо да и представляли пограничные службы украины то есть я и там другие ребята ну и я продолжаю дальше с ними как бы общаться и мне кажется это хорошо когда ты ну уже там заканчиваешь какой-то род деятельности но все равно дальше продолжаешь общаться с теми ребятами с которыми там работал я вважаю что такая підтримка такие приезды в зону АТО таких людей это важливо и это поднимает бойовый дух військовослужбовцев хлопцы которые находятся на первой линии взагал в зоне АТО через то что они ну разумеют что даже такие люди не залишаются в стороне от этих всех подеек это стандартный салат моего назовем осеннее счастье по свежие помидорчики свежие огурчики лучок он петрушечка зелень я как бы но не скажу что я большой любитель готовить или умею готовить но я могу как бы сделать и супчик могу сварить мы как бы там на подготовке с василием ломачанком там в Америке борщ варили как бы но неплохой такой борщик получился скука можно набрать я думаю что он будет злой и скажет он плохой он плохо готовит а на самом деле нормально я готовлю там вот посмотрите на девчонок вообще их не выводят они сейчас делают свою работу мы им мешаем задаваем какие то вопросы им задаём да они себя на морозе делают потому что они знают что им пацанов надо накормить и всё так и делается как дома я же выполняю что процентов у нас как бы есть пара ваканских должностей поваров зарплата хорошая повысила надо про подбор пройти тесты сдать специальную подготовку то есть я думаю психиатра не пройду психолога наверное психолога пройду а вот психиатра не пройду потому что я псих ну ничего чтобы все помидорчики с огурчиками перерезал да надо было так? надо было отлично так 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 Они говорят, попробуем салат, который сделал Саня, только он говорит, почему-то сам его не ест. Но я его попробовал, конечно, но просто там была квашеная капуста, а мне квашеная капуста больше нравится, чем этот салат, который я делал. И вот, ну, сказали, что нормально. Ты знаешь, помидорчики, огурчики порезал, зелень заправили маслицем, вообще шикар дядяна. Ви дивитесь спецвипуск проекту «Наш кордон», где авторитетні та відомі на собі випробовують військову службу. Сьогодні Олександр Усик уже побував в Краматорську, Бахмуті та на КПВВ Майорське, а ще боксер працював на військовій кухні. Там плохо готовит. Далі у проекта «Наш кордон» ви побачите, чи наважиться Олександр Усик відвідати військовослужбовців у найгарячішій точці АТО, та кого вчитиме боксувати. «Наш кордон» Ну вот те ребята, которые там, я же приезжаю, я вот посмотрел, как они живут, еще что, я же приезжаю общаться с ними, ну, и дать им какую-то, я не знаю, ну, то есть веселье какое-то, вот поговорить с ним, там, пообщаться, вот так открыто. И они симпатии отвечают, как бы, ну, по ним видно, что это ребята на опасном месте находятся, то есть сейчас они со мной пообщались, они были расслаблены, как только я уехал оттуда, у них начинается, опять же, их жизнь, там, ночная, дневная опасная жизнь». «Это как такая пауза от того всего, от фронтовой службы, от того всего, просто поспілкуваться, послухать людей, зарядиться чем-то позитивным». «Это единственное место в зоне АТО, где пограничник стоит впереди сбройника и ближе всего к противнику». «Маренька» «Маренька – це місце, где завжди, майже каждый день проводятся обстрели, идуть бойовые действия. И, несмотря на то, когда они видят, что зерки такого масштаба, как Александр, приезжают до них, они понимают, что они не забуты, что не покинуты, что про них помятают и думают. Это очень много сил им придает». «О, привет! Мир, привет!» «Видно было по ним, что они были очень рады видеть меня, и они были в таком неверии, что я с ними стою общаюсь, разговариваю. Я, если честно, доволен тем, что я порадовал этих мальчишек своим присутствием в их зале. Я увидел вот этих мальчишек сегодня в зале. Они им по 10 лет, такое ощущение, будто они, я не знаю, мозгами 20-летние ребята. Они так по-взрослому смотрят, они задают такие вопросы, и как бы люди чуть-чуть, знаете, как-то, ну, они огорчены, расстроены, брошены. Но вот тут, блин, стреляют периодически по их домам. То есть при таких условиях, которые здесь находятся, в том регионе, в котором мы были, да, что там периодически залетают к ним в окна снаряды, пули, но они тренируются, они приходят туда, и родители их отпускают туда тренироваться, и они тренируются. И я уверен, что у этих ребят будет все хорошо по жизни, потому что Всевышний им воздаст за их страдания, за их терпение». «Они достаточно хорошо были подготовлены, эти два мальчика. Для их возраста они неплохо показывали бокс, и так, ну, и смело так один из них там получил в лицо, но он так, знаете, не было видно того, что он так заднюю дал мне, он так бах, башка отлетела, но он так вперед-вперед». «А ну, остановитесь, можно объявить?» «Они однозначно слушали то, что я говорю. Возможно, будет как бы использовать это и будут нарабатывать». «О «Они, что это? Черт возьми?» «О, чёрни будет!» «Давай, давай!» Конкретно сюда, в первый раунд, просто посмотреть, как вот вели там страшно. Знаете, когда я приехал туда, и там пару раз там что-то громыхнуло, то я посмотрел, какой у меня пульс, и у меня пульс поднялся. Еще знаете, что мне очень понравилось, что спокойно, без каравая. Сань, мы там вместо каравая эти удары, ну, с караваем до военной не сильно, всегда понимаем. Это гильза, 152 миллиметра, дивизионная, от коллектива бригады. Недоренькая такая, да? Поэтому, да, пускай она займет почетное место в своей коллекции. Скажите, а можно я буду ее использовать как вазу? Конечно, можно. Буду дарить жене цветы и буду туда ставить. Она для бизнесных целей, чтобы она была красивой. Спасибо. Мне поразил этот импровизированный ринг, эта груша. Класс, крепкая груша. В сумасшедшем разбитом помещении ни окон, ни дверей, ничего. Через день там стреляют туда, но там... Где бы, конечно, очень хотел, чтобы это все остановилось, был мир. Это превратилось, то здание превратилось, опять же, в целую. Пускай это будет больница, чтобы там не стреляли. И был мир, а не война. То есть я за мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова